ребята всем привет а спонсор сегодняшнего ролика это у нас samsung galaxy a 21 с samsung очень удобный очень хороший это у нас samsung двадцатого года я вот себе приобрел мне очень нравится 32 гига три камеры основная камера у него 48 мегапикселей фронтальная 16 мегапикселей снимает очень хорошо без проблем есть у них три цвета это черный красный и синий вот он как переливающего такой у меня как хамелеон вот такие они идут сзади у меня наклеена для держателя вот телефон очень хороший переходите по моей ссылке внизу на него будет скидка вы его возьмете не так уж дорого почитаете информацию кому что понравится стоит на нем 10 android диагональ экрана 6.50 дюймов очень удобный очень красивый почти безрамочный дисплей вот 13 мегапикселей фронтальная камера мне телефон этот понравился частота процесса по моему 1800 мегагерц форка телефона вьетнам корея но у нас естественно индия китай это делают все не в россии вот все ссылочки на этот телефон будут в описании на данный момент на него скидка идет 15 процентов переходите покупайте всем спасибо а мы продолжаем с вами александр кокин ну что у нас сегодня такая прохладная погодка нахожусь на даче пытаемся он завести джип у нас минус 15 примерно где-то вот ну что и сегодня я вам покажу свое приобретение свой автомобиль я уже делал про такие машины обзоры вам но я вам покажу еще один обзор на эту автомобиль вот особо в принципе разговаривать ну про него такой обзор сильно делать не буду все их знают все их любят все их может быть уважают но многие кто их не любит многие кто говорит что они в обслуживании очень дорогие кто говорит что говно и так далее так далее в итоге мне эта машина нравится даже очень она мне нравится у меня их было две машины это у меня получается третья машина вот ну в принципе смотрите обзор поддержите лайком меня всем спасибо погнали а а Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok И катушки Попробуем поменять катушки С проводами И уже будем конечно смотреть Что будет дальше Вот даже сейчас я стою Она у меня дергается машина Вот сейчас можешь показать Нет, вот сейчас видите, перестало дергаться Перестало дергаться Она вот бывает, подъезжаешь к светофору Или еще что-то, но наостанавливаешься И она, машина сама по себе Начинает Вот так подергиваться немного Ну сейчас попробуем поменять Провода катушки И будем смотреть дальше Что происходит Поэтому вы пишите в комментариях Что вообще может быть такое Многие люди есть Кто ездит на роверах Будем решать Вместе проблему Все, мы нагоним Господа Поставили мы новые катушки И новые провода Свечи тоже заменили В принципе машина перестала дергаться Это очень радует Еду в гараж Хочу поставить лампочки Нормальные, светодиодные Чтобы фары светили Хорошо, а то Как-то не очень Короче Едем в гараж Сделаю вам обзор На свои новые Авто Всем спасибо Погнали Поменяем Сейчас попробуем лампочки Потому что свет здесь очень плохо Вниз и вверх поставим Светодиоды Поставим Вот Прежде чем Естественно поставить Нужно снять бампер Ну Вот это все откручиваем С боков Также откручиваем И уже Пробуем Ставить Лампочки Ну фары Естественно Тоже надо будет вытаскивать Поэтому Сейчас я бампер сниму Дальше буду снимать Сняли мы бампер Вот так скинули Сейчас будем Пробовать Менять лампочки Вот они лежат Вниз И вот вверху У нас откручивается Одна гайка Болт Точнее здесь И все сверху Там их штук восемь Наверное Вот и пробуем Менять Так ну что ребята Вот приехал я На своей машине Затонироваться Вот Сергиевым посадим Называется Сити плюс Сейчас затонируюсь Покажу Вот мы затонировались Машинку Все сделали мы Полосочку И тонировочку Также мы поставили Установили Ксенон Снизу и сверху Будет гореть Ну как он Не будет гореть А уже горит Сейчас я вам покажу Вот Тот заморгал Чего-то Левый Вот такие Продают У нас Да ребята Это у нас Ровер 75 2005 Года Машина У нас Получается Британка Чем она мне нравится Это Очень У нее Кузов Оцинкованный И она У нас Не гниет Ну Если не были Какие-то Замененные Именно Места Или Кузовные детали Ну и так далее И так далее Вот Если где-то Были заменены И У нас Получается Покрашены Шпаклеваны То естественно Все это Загниет Все это У нас Выйдет Наружу Вот Расскажу вам По мотору Здесь стоит У нас 1.8 Турбо Мотор Также на них Шли Двухлитровые И 2.5 литра Вот У меня здесь 150 лошадей Мотор В принципе Довольненько Приемистый Ну мне нравится Конечно Не как 2.5 Мотор То что он С места Рвет Она И вообще Прям Шикарно Но этого Мотора Тоже хватает Вот Ну в принципе Что По мотору Больше Наверное Нечего Рассказывать Моторы Хорошие У них Уровера Не знаю Многие Кто говорят По запчастям Плохие Много Или там Грубо говоря Искать Всяких Запчастей Очень дорого И так далее Нет Недорого Я машину Эту Взял За 300 тысяч Рублей Вот Вложил в эту машину При покупке Где-то примерно Тысяч Может быть Пять Ну от силы Десять Наверное Вложил в нее Я купил сразу Масла Все Купил колодки Купил то У меня колодки Передние Вышли 2000 рублей Задние колодки Вышли 1100 рублей Поэтому я не думаю Что это на самом деле Очень дорого Для Британии Да И для Тровера Кто говорит То что Колодки Там И запчасти Какие-то Очень дорого У меня ремень ГРМ Вместе с помпой Вышел 5300 Вот Поэтому Как-то так Ну что Посмотрим Салончик Да Погнали Что ребят По салону У нас Кожа Черная Здесь у нас Память Сидение Вверх Вниз Все электро То сидение То же самое Все электро Так Сейчас мы залезем В машинку Вот Давайте попробуем Давайте попробуем Завести машину Ребят Датчик Датчик Минус 30 Показывает Его Надо Заменить Вот И Датчик Колодок Надо Заменить С левой Стороны Колодки Менены А вот Датчик Горит Также У него Горит Датчик Лампочки Ну у меня Здесь Я установил Ксенон Сюда На эту Машину Поэтому Думаю Из-за этого И загорелась Что здесь У нас Есть Что мне Больше Даже нравится Ребят Это вот Салон Салон Здесь Сделали Вообще Отличный Мне Вот Он Очень Приятный Очень Нравится Вообще Вот Шикарно И у них Нету Ни одного Элемента Где Есть Квадрат Все Все элементы Вот эти Они идут Полукруглые Либо Круглые Либо Овал Какой Что-то Такое Но нет Острых Именно Острых Каких-то Углов Вот Если Вот Вы Посмотрите Если Кто Что Найдет Если У кого Есть Такие Роверы Пришлите Мне Фотографии В комментарии И Напишите Вот Здесь Стоит Магнитола Обычная Есть У них Свои Магнитолы Который С кодом И так Дали У меня На Ровере На Прошлом Была Вот Именно Такая Магнитола Где Я Когда Я Купил У хозяина Машину Уехал А потом Приехал А не знаю Как Включить Этот Именно Магнитол И он Мне Скал То Что Код Там Определен Такой Такой Вот Ну Что У нас Здесь Обогрев Заднего Стекла Переднего Стекла Подогрев Сидений Они Тоже Все Работает Вот Авто Это Выключать Печку Кондиционеры Ну В принципе Все То же Самое Здесь Можно Выставлять В наши Русские Градусы Или Фаренгейты Коробка У нас Автомат По коробкам Кстати Ребят Я вам Так скажу На них Самые Хорошие Ну Может Не Самые Лучшие Но Хороший Автомат Реально Хороший Автомат Пятиступенчатый Проблему С ними Я не Видел Вот А Проблему Я С автоматами Не видел У меня Был Предыдущий Ровер 75 2002 Года Тоже На фарше Был Только С белым Салоном С люком Еще Но Это Без люка Тоже Чем Не очень Хорошо Я искал С люком Но Не нашел Их Тоже Много Комплектаций Всяких Но Как вы Знаете У кого есть Роверы Тоже Очень Сложно Найти Весь Полный Фарш Чтобы С люком И с этим И с этим И с этим Чтобы было Все Либо Есть То Чего Тебе Хочется Допустим Или Нравится Но Нет Того Чего Реально Хочется Или Еще Что То Вот Механики У них Коробка Механика Она Тоже В принципе Довольник И Надежная Но Есть У них Одни Проблемы По Сыплению Там Нужен Главный Цилиндр У меня Тоже Есть Такой Ролик Где Я покупал Ровер Серебристый У меня Был Я Покупал За 100 Тысяч Рублей 99 Года В городе Александрово Я его Купил Неделю Отъездил И У меня Раз Сыпление Провалилось И все И Песец И пришлось Короче Делать Сыпление Менять Этот Цилиндр В итоге Он Подошел От БМВ Вот Немного Запчастей Но Большинство Есть Запчасти Которые Подойдут От БМВ Что По Подвеске Что Может Быть Скорее Всего По Технической Какой Тоже Здесь Часть Может Быть Что По Мотору Вот Я Честно Сказ Точно Не знаю Но По Подвеске Много Что Там Можно Поменять От БМВ Вот Тоже Самое Вот Цилиндр Цепление Главное Цилиндр Цепление Я Его Менял Именно Ездил На Разборку Покупал Именно От БМВ Я Покупал Поэтому Я его Ставил У меня Потом Все Нормально Но Мне На Механике Не Нравится Мне Больше Нравится Автомат Но Автомат Здесь Тупенький Реально Тупой Автомат Если Вот Бывает Едешь Без Спорт Режима Без Всего Даешь Педаль Да Вроде Она Вроде Разгоняется Вроде Что-то Подтопливает Вроде Опять Погоняет Что-то У него Вот Так Не Знаю Может Быть Это Не У Всех Машинах Но Говорят Что Так Спорт Режим Включил Поехал Здесь Также Спорт Режим И Зимний Режим Зимний Режим Это В основном Они Его Включают Если Вы Трогаетесь Где-то На Заснеженном Знаете Таком Где Много Снега Чтобы Не Было Пробуксовки В принципе У меня Она Работает Помогает Я Езжу Сейчас Снега Навалило Самое Плохое Это То Что Она Низкая Слишком Машина Слишком Низкая Машина А Так В принципе Мне Нравится Вот Они Здесь Вот Она Вот Эта Кнопочка Здесь Спорт Режим Включается Назад Его Выключаешь И Нажимая На Режим Здесь У нас Отображается Вот Он Зимний Режим Спорт Режим Вот Он Выключается Все Здесь У нас Мультимедиа Громкость Пауза Вот Это Вот И Переключение Самого Трека И так Далее Или Перематывание Вот Что Дальше У нас Стеклоподъемники Я тоже По жизни Ищу Ребята У меня Третья Машина И Дрок Купил У меня Ровер И у Него Складывание Зеркал Есть Люк У него Ткань А не кожа Я искал Но не нашел Мне не попадается Чтобы складывались Автоматически Зеркала Кто-то Говорит Это не надо Там у них Пластмассовые ролики Они ломаются И Максимум Зимой Два-три раза И они отломаются Вот Здесь у меня Работает Все Кроме Вправо Вот Направо Нажимаешь И у меня Зеркало Направо Не поворачивает Надо будет Смотреть Кнопку Остальное Все работает Также Четыре Стеклоподъемника Ну Это естественно Защита Стекол Задних Чтобы не открывали Например Дети Вот Здесь у нас Что Здесь у нас Получается Вверх Вниз Фара Но это В принципе Каждый знает А здесь У нас Грубо говоря Это подсветка С Панелью Приборов Это у нас Габариты Передние Нижние Это там По-моему Задние Или наоборот Вот Ну и фары Знаете Что Если Подставить Включить Фары И заглушить Машину И потом Выключить Фары Они еще Будут Пару секунд Там Меньше Минуты Будут гореть Вот Ну и В принципе Ребята Что я еще Могу сказать Про машину Багажник Да Багажник у нее Хороший Я вам сейчас Тоже покажу Сзади В принципе Тоже удобно Мне нравится Сидение Все сидишь Там Развалишь Но втроем Конечно Будет уже Так Знаете Некомфортно Опять же Смотря какие люди Да Там Может быть Человек сесть 200 килограмм Такой А может Сесть Там По 50 килограмм Худенький Поэтому Я думаю Если Втроем Вчетвером Сзади То Это уже Не Два Человека Это Вообще Супер Ну В принципе Что я еще Могу сказать Я не буду Такого Прямо Сильно Обзор Делать Я буду Рассказывать Про эту Машину Что Я в нее Вложил Как Я Ну Короче Все Расходы Про За все Вот Года Я ее Взял Себе Потому Что Хочу Именно Вот На этой Машине Поездить Мне она Очень Нравится Просто Первая Машина Мне Когда я Покупил Ровер 75 99 Года Она Мне Понравилась Но Я Хотел Вот Я Что Вы Купите Не Известно Ну Вот И В принципе Мне Нравится Эта Машина И Я Когда Купил Вторую Машину У меня Была Синяя Темно Синяя На Белой Коже Вы Обзор Можете Посмотреть Вот Здесь Сверху У меня Будет Памятка Вылезет И Можете Перейти Посмотреть Вот И Я Купил Потом Я его Продал Потому Что Ну Были Проблемы Нужны Были Срочно Деньги Я Продал Продал В принципе Чуть Подороже Чем Купил У меня Люди Приехали Забрали Тоже Мне Нравится Все Забрали Вот И Я себе Поставил Цель Что Я Все равно Накоплю Я Все равно Куплю Тоже Самый Ровер И Буду Ездить Уже На Нем Потому Что Ну И Не Буду Продавать Опять Если Что Не Случится Ту-ту-ту-тфу Не дай бог Вот Так В принципе Машинка Мне нравится Очень Хорошая Вот И Если Кому Что Нужно Узнать Про Машинку Пишите Мне В комментариях Я вам Скажу Были У меня Проблемы Тут Недавно По Мотору Как Педаль В пол Даешь Она Дергается Ну Не Разгоняется Я Многие Формы Прочитал Вообще У Людей Поспрашивал Кто Че Говорит Но Есть люди Правильно Бывали Говорили То что Я тоже Думал Датчики Думал Уже Клапана Короче Компрессию Мы все Мерили Все Посмотрели С парнем В итоге Он мне Говорит У тебя Идет Вылезал Чек Он Делал То что Как же Называется Пробивал Зажигание Что ли Как то Так Чек Показывал Пропуски Зажигания Вот И в итоге Короче Он мне Говорит Давай Говорит Попробуем Поменять Свечи Ну вот Для начала Я говорю Давайте Попробуем Поменяли Свечи Один Хрен Такая Же Хрень Газ Даешь До половины Она У тебя Ну не едет Машина И в итоге Мы решили Заказать Заказать Катошки И провода Я говорю Давай Давай Поменяем Посмотрим Если Опять Такая Же Хрень Будет То Тогда Уже Будем Что-то Глобальное Решать Я говорю Думаю Блин Не дай Бог Если Там Клапан Прогорел Или Еще Что-то Ну Компрессия В принципе Нормальная Не знаю И в итоге Давай Заказывай Заказали Короче Две Двести Две Триста Нет Тысячу Триста Или Две Триста Короче Восемьсот Пятьдесят Рублей Провода И тысячу Триста У нас Да И тысячу Триста Вышел Этот Как он Катушка Вот В итоге Мы Поставили Все Пришло Поставили Все Я поехал Бах Отлично Педаль В пол Она у меня Жих Погнала Поэтому Не Идите Сразу В глубину А начинайте С мелочи Свечи Там Либо Вот Бронепровода Либо Вот Катушки Там В принципе Вышло У меня Все На Три тысячи Рублей Вот Это Уже Вот Расходы Грубо говоря Все Короче В итоге Все Вместе У меня Вышло На Тысяч Десять Я Потратил На Полное Обслуживание Автомобиля Вот Ну В принципе Что могу По салону Ребят Сами Видите Мне Тоже Все Нравится Вот Это Симпатичность Белой Прострочкой Кожа Сзади Место Тоже Хорошо Также Вот Стаканик В сиденье Есть Вот Снизу Здесь Вот Ну И Про Бардачки Тут Рассказывать Нечем Бардачок Такой Небольшой Маленький Я Так Вкратце Просто Показал Автомобиль Свой Который Я Приобрел И Дальнейшем Вы Будете Видеть Эту Машину Постоянно Если Что-то Будется Будет Точнее Делаться К этой Машине Я Буду Рассказывать Показывать Вот Поменяли Мой Фильтр Еще Салон Он Вообще Ужас Был Там Просто Куски Вот Это Вот Волос Пыли Вот Эта Вот Хрень Всякая Это Вообще Ужас Я Все Здесь Хорошо Не Антифри Ну Тут Все The Best Просто Хозяин Ее Там Подтирал Каждый День Там И так Далее Вот Пойдем Покажу Вам Багажник И Покажу Там Пару Запчетей Которые Мы Поменяли Да Ребят Багажник У нас Открывается Здесь Либо Здесь Это У нас Получается Капот Багажник Либо С Еще Есть Такая Причина Ребят Нехорошая Нет Ручки Чтобы Открывать Багажник Ручки Нет Вот Не знаю Почему Не Придумали За Эту Тоже Не Дергайте Сломается Вот Я Открываю Здесь Боку У меня Даже Мусор Еще Остался Не Выкинуло Ну Ничего Извините Я Про него Сам Забыл Вот Багажник Здесь Хороший Большой Мне Нравится Все Что Мне Нужно Увести Я Увожу Вот Я Менял Антифриз Все По мелочи Вот Он У меня ГРМ Ремень ГРМ Вот Он В принципе Когда Я Менял Мне Сказали То Что Он Еще Нормальный Нет У него Дефектов Никаких Он Еще Походит И Ролики И Сам Ремень Вот Здесь У нас Вот Они Катушки Вот Они Мы Заказывали Катушки Две Катушки И Два Провода Вот Какая Из них Не Работала Мы Не Знаем Надо Будет Проверить Ну И Естественно Помпа Тоже Все Заменено Вот Ну Как То Так Да У них Есть Бывает Постоянно Ребята Проблема Это Вода Вода Находится В салоне Ну Ой В багажнике Постоянно Почему Не знаю Вот Ну Ребята Вот Такой Вам Обзорчик Небольшой Я Сделал Пытаемся Оживить Машину Вот Наживили Пол оборота Вот Ну Что Вот Такой Вам Обзор Про Свой Ровер 75 Машинка Хорошая Мне Понравилась И она Мне Нравится Будет И кто Что Не Говорил Машина Хорошая Запчасти Недорогие Если Кому Нужно Покупайте Машину Эту Можно Купить За 150 За 200 Можно Купить Но Опять же Надо Смотреть Какой Хозяин Как К ней Относились И чего Делали С этой Машиной Да На этой Машине Еще Стоят Парктроники Сзади Сейчас Я вам Покажу На предыдущих На предыдущих Машину Это Может быть Или Сами Делали Или Уже Именно Как Она Шла Комплектация Вот Они Парктроники Стоят Но Машина Мне нравится Очень Хорошая Стильная Цвет Классный Нигде Не гнилая Не ржавая Все Вообще В отличном Состоянии Просто Шикарно Нигде Не ржавая Не гнилая Ну вот Просто Вообще Вот взять Сейчас Грубо говоря Грубо говоря Возьмите Сейчас Какой-нибудь Не знаю Русскую Машину 2005 Года Посмотрите На нее Что с ней Происходит Она же Вся Блядь Извините За мат Она вся Гнилая Вся Ржавая Просто Ужас Какой-то Вот Здесь Нет такого Почему Хотя В принципе 2005 Год Да Там Почти 20 лет Машине Это тоже Много Да Значит И С учетом Того Что они Привозились В Россию Раньше И в Россию Они ездили И ни арки Ничего не сгнило Я не знаю Как такое Может быть Вот Так что Ребят Вот так В принципе Еще одна машинка Появилась На нашем канале Вот Всем спасибо Кто меня смотрит Ждите Ролики Из утиле До идеала Скоро Мы начинаем Ремонтировать ВАЗ 2115 Вот У меня Куплена ВАЗ 2115 И уже Вторая Куплена Машина Из утиле До идеала Это будет Пятая Уже Машина Вот У меня Две машины Стоят Ждут Пятнашка И еще Одна машина Про нее Я вам расскажу Естественно Все потом Вот Обязательно Подпишитесь На мой канал Смотрите Пишите Комментарии Если что Что-то Не понравилось В этом ролике Вы напишите Комментарии Ставьте лайки Ну или дизлайки То как Считает Нужным Вот Всех Обнял Теперь Все Вот Такой Я вам Небольшой Обзорчик Про свой Ровер 75 Сказал Я уж Не думаю Что нужно Реальный Обзор Делать У меня Есть Видосы Где я Делал Обзор На Ровер 75 Многие Пишут Что-то Я там Неправильно Скал Где-то Неправильно Но я Не Авто Обзор Я просто Показываю Какую Автомобиль Я купил Или Ну так Просто Про нее Показываю Рассказываю Вот Если что-то Кому интересно Будет Задавайте Вопросы Я вам Все расскажу По ремонту Что я делал Что Из-за чего У меня Дергалась Машина Вот И так Далее И так Далее Поэтому Всем спасибо Ребята Кто меня Смотрит Обязательно Подписывайтесь На мой Канал Поддержите Всем Спасибо Всем Пока